Всем привет, меня зовут Юра Дорофеев, я работаю в Одноклассниках и это скринкасты. Сегодня мы поговорим о том, как же устроена отрисовка в андроиде и как нам сделать приложение огонь. Приложение будет действительно огонь, сейчас я расскажу о чем пойдет речь. Наверняка все играли в Doom, классическая игра, которая запускается везде, от компьютеров до домофонов, и некий разработчик однажды разобрал весь исходный код и его внимание привлек алгоритм, который генерирует огонь. О каком огне я говорю? Это официальная заставка одной из частей игры Doom, и ребята сделали алгоритм, который, собственно, может отрисовать огонь. Сейчас вы его увидите. Сейчас нам кажется, что это элементарно, огонь и огонь, но это же нужно придумать, как каждый пиксель цвета будет подниматься, двигаться, каким образом он будет менять цвет и тому подобное. То есть, это чисто такая алгоритмическая работа. На самом деле алгоритм очень прост и уже описан не раз, и в том числе есть и на хабре статья. Сейчас мы попробуем это реализовать в андроиде. Давайте создадим самый простой базовый проект, в котором ничего нет. То есть, я уже заранее создал, он абсолютно пуст. У нас есть лишь одна activity. Сейчас мы посмотрим, что там на самом деле запускается. Да, hello world, то есть абсолютно чистый базовый проект. Для того, чтобы отрисовать нам что-то, нам нужно view. Давайте добавим в нашу верстку, в нашу main activity это view. Удалим стандартный текст view со словом hello world с текстом и создадим новое view. Так как у нас будет custom view, у нас своя какая-то отрисовка, то нам нужно создать класс с этим view. Давайте назовем его fire view. Он следует от view. добавим конструкторы. Так, выровняем их. Все, у нас готово view для того, чтобы оно попало в верстку. Ну и, соответственно, с полным наименованием пакета добавим его в наш layout. Так, так как у нас базовый layout это constraint layout. Конечно, тут безранец. В нашем случае у нас огонь будет занимать весь экран, но нам нужно прописать значение для ширины, для высоты и расположения нашего view. 0 dp в constraint означает, что мы растягиваемся максимально широко. Так, left left of parent, right to right of parent, это значит, что левый край view при магнитичном к левому краю родителя, то же самое с правым, с верхним и с нижним. top to top of parent, bottom to bottom of parent. Да, и у нас уже видно в превью layout, да, появился такой серенький фон, означает, что у нас есть какое-то view. Дальше уйдем в main activity. В принципе, здесь уже все установлено, да, у нас есть контент. Больше нам здесь ничего не нужно менять. И переходим к самому интересному, к нашему fireview. Для того, чтобы что-то отрисовать, в андроиде есть метод, сейчас мы его преопределим, метод draw. Этот метод имеет в качестве аргумента canvas, да, то есть некий холст. И именно на этом холсте мы будем что-то рисовать. Для начала нам нужно узнать размеры нашего исходного изображения. Для этого создадим, ой, перепределим метод. Забыл, как он называется. Сейчас мы попробуем найти layout change, по-моему. Этот метод вызывается каждый раз, когда у нас меняются размеры view и плюс в самом начале, да, потому что у нас размеры изначально неизвестны и мы хотим каким-то образом с ними работать. Окей. Давайте немножко поговорим про сам алгоритм. Как же мы будем трясовывать этот огонь? Что из себя представляет огонь? Я тут подготовил картиночки. Мы хотим получить что-то вроде такой палитры, да, где самый низ экрана это белый цвет. Белый, значит, самый горячий. И чем выше языки пламени, тем они холоднее. Холоднее, соответственно, цвет становится темнее. Но если бы мы просто так вот залили наш экран и по одному пикселю каким-то образом просто это двигали вверх или там в сторону, было бы как-то совсем пиксельно, да, как из мира Mario, а не из мира Doom. Для этого нам нужно внести некий рандом, чтобы появились те самые языки, да, то есть мы будем случайным образом сдвигать как по горизонтали, так и по вертикали нашей пиксели. Это добавит некой жизни нашему огню. Как это устроено? Так, у картинки белый фон не очень видно. Сейчас попробую открыть вот так. Ну ладно. Идея в том, что изначально в оригинальной статье всего 36 значений температуры. То есть самое горячее это 36, это белый цвет. И чем выше, мы подходим к нулю, да, ноль это самый темный черный цвет. И каждый раз, каждый пиксель, находящийся выше, чем предыдущий, он является на самом деле пикселем ниже, взятым случайным образом по горизонтали, случайным образом по вертикали и охлажденным на случайное значение, да. То есть мы берем горячий пиксель откуда-нибудь из нижней строки, охлаждаем его, помещаем в случайную позицию на данной строке. И вот так вот отрисовываем строчку за строчкой. И так как у нас постоянная отрисовка меняется в кадре, да, соответственно, все время это изображение меняется, будет меняться. Давайте попробуем реализовать этот алгоритм на практике. Для начала нам нужна палитра, да, те самые цвета. Сейчас я скопирую их из заготовочки, чтобы мы их не выводили вручную. Эти цвета представлены у нас интами. Зададим компаньон объект, для того, чтобы мы могли удобно с этим работать. Да, тут 36 цветов, некая палитра, самый нижний цвет, это самый горячий белый, и вверх, соответственно, темный черный цвет. Окей, нас интересует каждый пиксель нашего экрана, соответственно, нужно создать двухмерный массив, который мы будем заполнять цветами. Давайте создадим переменную, назовем ее, не знаю, temperature, да, наша карта температур. Это будет тип лист из интеррей, то есть это двухмерный массив. Да, late init, потому что мы чуть позже его определим. Получается, у нас есть двумерный массив интов, каждый элемент которого будет значением температуры от 0 до 36. Дальше, когда мы получили размер, мы, соответственно, должны эту матрицу заполнить. Для этого создадим новый, ну, проинициализируем наш темп, наш массив. Это будет у нас лист размерностью h, это высота, то есть мы будем по высоте эти, внутри которого будет интеррей, на каждую строчку, интеррей размерностью v, что значит наша ширина. То есть мы создали двухмерный массив, который имеет размерностью, равной размерности нашего экрана. Далее, давайте попробуем начать с самого низа, да, нам нужно заполнить первую строчку, самую нижнюю, самую горячую, белые пиксели. Для этого сделаем самый простой цикл x in 0 until по x у нас v, получается ширина, да, и нам нужно в последнюю строчку, то есть темп h, высота минус 1, то есть мы взяли последнюю строку, и в эту строку в x-овый пиксель нам нужно записать значение температуры из палитры firepalette, равное, получается, размерности этой палитры, size минус 1. То есть мы в последнюю строчку записали значение последнего значения палитры, точнее не так, нам нужна не сама палитра, а индекс палитры, да, чтобы у нас массив темп имел только карту температур, то есть по сути это индексы. Получается у нас все заполнено нулями, только последняя строчка имеет какое-то адекватное значение. Как же нам это отрисовать? Отрисовка происходит на самом деле очень банально, нам тоже нужен цикл, и мы пойдем отрисовывать нашу карту температур, также вначале по высоте, потом по ширине, по горизонтали. Для этого пойдем вначале по координате y in 0 until temp.size и внутри еще один вложенный цикл x in 0 until temp.size Так, получается мы идем по каждому пикселю, и этот каждый пиксель нам нужно отрисовать. Для того, чтобы отрисовать, у канваса есть множество методов, draw практически все что угодно, да, как примитивы, так и текст, картинки, все что угодно. В нашем случае мы попробуем отрисовать point, то есть по сути пиксель. Для этого нам нужно указать сначала его положение. Это x, y, и третий аргумент — это некий paint. Что такое paint? Paint, соответственно, цвет, некая краска, которым будем заливать этот пиксель. Так как метод onDraw вызывается довольно часто, если у нас экран 60 кадров в секунду, соответственно, 60 раз за секунду мы должны это отрисовать. 60 раз создавать новый объект — не круто. Давайте заранее создадим наш paint. И в момент отрисовки лишь будем менять его цвет. Так, у нас почему-то красная, потому что x, y должно быть float. Давайте переведем. Окей. Дальше получим цвет. Val color. Так, нам, получается, нужно взять из нашей карты температур. О, классно, Жава решил обновиться вовремя. Из нашей карты температур по значению получается y, x, тот индекс, и дальше достать по этому индексу значение цвета, да? То есть мы в карте температуры записываем индекс, дальше мы берем из палитры значение, и это, собственно, и есть цвет. Далее, в paint ставим этот цвет. color равняется color. Так. И кажется, что все. Кажется, что мы должны пройти по каждому пикселю и отрисовать его. Давайте попробуем запустить. Так, что-то запустилось. Ошибок вроде нету. Оп. Видно было, что очень долго запускалось приложение, и в конце, в самом низу, мы видим все-таки вот эту белую полоску. Почему запускалось так долго? Запускалось так долго только из-за того, что мы очень неоптимальным способом отрисовываем сейчас наши пиксели. То есть я не знаю, какое соотношение сторон у этого экрана. Я специально взял девайс поменьше. Это Nexus 5, который довольно старый, да? И, не знаю, ну секунды 2-3 точно заняло время отрисовки. То есть мы не уложились ни в секунду, ни в две, а нам нужно в 60 раз в секунду перерисовывать экран. Соответственно, анимация из этого просто не выйдет никакая. Давайте попробуем каким-то образом это дело ускорить. На самом деле графический процессор работает очень быстро. То есть для него отрисовать пиксель – это вообще не задача. Но в силу того, что мы создаем огромное количество именно задач на отрисовку, вот работа с этой очередью отрисовки, она занимает время. Соответственно, лучше один раз отрисовать тысячу пикселей, чем тысячу раз отрисовать один пиксель. Давайте попробуем, собственно, этим и заняться. Давайте сделаем битмапу. Битмапа – это, по сути, уже готовый объект, наполненный нужными пикселями и их цветами. И эту битмапу адресуем в нашем цикле отрисовки. Создадим битмапу. Тоже сделаем ее late-init, потому что когда получим размеры, мы ее заинциализируем. Битмап – битмап. Так, значит, здесь нам нужно создать эту битмапу. Create битмап. И указать ее размеры. Ширина и высота. Так, что еще от нас требуется? Нет. У нас еще требуется конфиг. Сейчас посмотрим, есть ли конструктор. Точнее, метод попроще. Что такое конфиг? А, конфиг – это то, какой тип цветов мы будем использовать. Используем RGB 4 восьмерки. Это означает, что на каждый из каналов RGB будет у нас выдано по 8 бит. Так, конфиг выставили. А, я знаю почему. На самом деле, мы можем сделать проще. Это у нас джавовый метод. У Kotlin вроде был extension к этой функции. Вот, да. Там по дефолту как раз используется этот конфиг. Окей, да. Создали битмап. По ширине у нас ширина экрана, по высоте – высота экрана. И далее нам нужно, получается, эту битмапу заполнить. То есть, мы не будем отрисовывать drawPoint. И давайте прямо внутри onDraw. То есть, на каждый кадр, когда мы будем каждый раз отрисовывать, мы будем собирать новую вот эту битмапу. То есть, нам нужно ставить прежний цикл, который был. Да, получение цвета. И в итоге мы будем его не рисовать, а устанавливать битмап. SetPixel. То есть, пока конкретный пиксель, мы будем красить в конкретный цвет. x, y – расположение пикселя. И цвет color, который мы только что получили. Второй цикл, получается, нам не нужен. Нам нужно лишь отрисовать битмап. Так. Для этого мы делаем метод canvas. DrawBitmap. Отправляем на вход битмап. Расположение этого битмапа. Отчет координат в андроиде начинается с левого верхнего угла. Соответственно, 0, 0 – это начало экрана. И некий paint. Paint здесь, на самом деле, роли не играет. Он нужен просто для того, чтобы в нашем случае был. То есть, он вообще никак ни на что не повлияет. Так. Нам нужен, по-моему, float. Да. Все. Да, мы собрали, получается, битмапу с нужными пикселями, нужных цветов. И отправляем все это на отрисовку при помощи метода drawBitmap. Давайте запустим. Да, запустилось сильно быстрее. Эффект тот же самый, что и был. Нижняя полосочка белого цвета у нас есть. Окей. Давайте теперь, собственно, попробуем сделать огонь. Нам нужно нижние пиксели мешать каким-то образом с верхними. То есть, их случайным образом забирать снизу, поднимать наверх и менять их температуру. Перед тем, как мы будем уже в битмап ставить нужные пиксели, давайте сделаем сам алгоритм, который будет нам мешать, перемешивать вот эти вот пиксели. Мы хотим добиться случайного эффекта случайности, случайного эффекта случайности. И для этого создадим такой объект, как рандом, который, собственно, и будет нам помогать делать рандом. Как бы это странно ни было. Так, рандом возьмем не из... Сейчас, не из Котлина, а нам нужен джавовая реализация. Так, что тут у нас требуется? Сейчас попробуем сделать вот так вот. Что-то не так. Смотрим. А, понятно. Да. Все, мы создали объект рандом. С помощью него будем добавлять случайные изменения по x, по y и так далее. Теперь нам нужно случайным образом перемешать пиксели. Для начала создадим случайные коэффициенты для x, y и температуры. Пускай у нас будет x1, это изменение по x, y1 по y, и t1 по температуре. Вызываем у рандома метод nextInt, который нам сгенерирует случайное число. Он принимает с собой аргумент, то количество значений, которое он может выдать. То есть, если мы укажем, например, 3, это значит, что у нас будет разбор значений от 0 до 2, то есть 0, 1, 2, и того, 3 значения. Например, по x мы хотим разбрасывать значения от... Нам не только в одну сторону хочется, чтобы у нас все двигалось направо, например, а еще и немножко налево, например, случайно образом. Поэтому мы сделаем, что у нас граница будет... Точнее, количество значений случайных будет равняться 4. Это значит, что у нас будет разброс значений от 0 до 3. Но при этом мы сдвигаем все налево на 1. Получается, у нас будет начинаться разброс из минус 1. То есть, какие-то значения будут двигаться налево, какие-то будут двигаться направо. Далее, по y нам нужно добавить разброса. Разброс у нас будет всегда положительный, просто потому что огонь у нас идет всегда в одну сторону, он не может двигаться вниз. Добавим какое-то другое случайное число, например, 3. И нам нужно по мере движения нашего огня его охлаждать. Соответственно, берем в нашу карту температур, добавляем случайные значения тоже. Например, будет от 0 до 1. То есть, то охлаждаться, то нет, но нет, маловато. Давайте сделаем 3. Получается, от 0 до 2 у нас будет разброс. То есть, то будет охлаждаться, то не будет охлаждаться наш огонь. Так. Далее, нам нужно, получается, переписать нашу карту температур, исходя из вот этих вот новых случайных значений. Я тут опрометчиво назвал переменные x1, y1, t1. На самом деле, это дельта, да, это же изменения. Поэтому давайте сделаем dx, dy и dt. Дальше посчитаем новые значения x. Как раз-таки здесь будем использовать обозначение x1. Нам, получается, к текущему значению x нужно добавить то самое смещение случайное. И то же самое сделать для координаты y. Получается y плюс dy. Но дело в том, что у нас же массив ограничен по размеру и, соответственно, ограничен экран. Нам нужно учесть крайний случай и на всякий случай проверить, чтобы мы не вышли за границы массива. Соответственно, нам нужно взять максимальное значение из нового, да, x плюс dx и нуля. Так как у нас может быть отрицательный вариант dx, то может получиться так, что мы возьмем из нулевого элемента, вычтем 1, получается минус 1, да, и индекс минус 1, соответственно, у нас out of bounds exception будет. Но кроме того, как в отрицательную сторону, так и в положительную сторону, мы тоже можем выйти за границы массива. Поэтому здесь делаем еще одну вложенную проверку на минимальное значение. И минимальное значение должно быть равно, получается, значению ширины в нашей строчке. То есть это темп y, наша строка, ее размер и минус 1, так как это значение последнего, последнее значение в строке. Давайте сделаем ограничение для y. Для y у нас отрицательных значений быть не может. Получается, все, что нам нужно сделать, это нужно учесть выход за положительную границу. Делаем также mass min, то есть минимальное значение из представленных. Здесь получается у нас temp size минус 1, то есть максимальная высота экрана. Больше мы не можем. Да, это можно упростить, как нам советует Android Studio, но мы пока не будем упрощать после того, чтобы было нагляднее. Теперь нам нужно применить изменение температуры к нашей матрице температур. Сделаем то же самое с температурой. Температура у нас ограничена, как и размеры по ширине и по высоте, количеством значений внутри массива. Получается, что наша температура должна быть минимальна от исходного значения температуры, то есть temp x, y. Еще раз. Нам нужно взять температуру, которая уже существует по координате x, y. К ней добавят случайное значение, плюс dt, и сделаем так, чтобы не вышли за границы массива. Соответственно, нужно взять здесь значение размера массива. Это у нас firepalette. Его размер. Так, получается, да, новая координата x, y, новая температура. Давайте теперь запишем это в наш исходный массив. Идем в массив temp. И для значения x, y выставляем новые значения x1, y1. А, ну мы уже тут все посчитали. Можно сделать вот так вот получается, да? Да, получается, мы берем температуру из новых значений x1, y1, добавляем случайный разброс, проверяем размеры, и выставляем это значение для текущего пикселя. Так, давайте проверим, что мы нигде не запутались. Попробуем это запустить. Так, у нас что-то вылетело. Вероятно, где-то вышли за границы массива все-таки. Да, получается, что у нас значение температуры стало больше, чем возможно. Мы берем сейчас, посмотрим, минимальное значение от матрицы температур x1, y1, добавляем туда случайный разброс, и проверяем на разминность. Кажется, что все верно, у нас что-то пошло не так. Давайте еще раз посмотрим. В чем проблема? Проблема в том, что на самом деле мы же должны охлаждать пиксели, охлаждать, точнее, температуру, а не повышать ее. Я тут поставил плюс, на самом деле должен быть минус. И так как мы отнимаем значение, то нам нужно проверить на границу с нулем. Получается, что мы будем отнимать от уже существующего значения какой-то случайный, случайный единицу температуры. Давайте попробуем запустить. Так, это нормально, снова ошибка. x1, а, но мы движемся же по начале, по высоте, а потом по ширине. Поэтому первое должно быть значение из y, а потом уже из x. Так, отлично. Видно, что уже что-то поменялось, какая-то появилась желтая полоска, но жизни как бы в этом огне нет. Ну, давайте попробуем его оживить. И почему это, собственно, так получается? Android, он не глупый, он не будет просто так перерисовывать экран, тратить ресурсы, батарею и прочее. Нужно явным образом ему сообщить, что это view нужно перерисовать. Для этого внутри метода onDraw мы просто вызовем метод invalidate. Invalidate помечает это view как некое состояние для перерисовки, добавляет этому view состояние для перерисовки, и при следующем цикле наша view будет перерисована. Конечно, это очень плохой подход, прям внутри внутри метода вызывать invalidate, соответственно, у нас будет бесконечный цикл. На данном случае у нас горит бесконечный огонь, и в нашем случае это решение ок. Так, вызвали invalidate. Смотрим, что получается. Получается, что да, какие-то там язычки пламени пробиваются, но все это движется очень медленно, и огонь затухает своими. Почему так происходит? Происходит так просто потому, что я забыл о том, что нам нужно оставить сюда нижнюю линию пикселей белой. Мы не должны ее замешивать ни с чем, просто потому что иначе у нас произойдет рано или поздно затухание. Соответственно, мы должны здесь идти в цикле перерасчета. цветов не по размерности всего массива, а по размерности массива... И должны идти, в общем, по всем элементам, кроме последнего. Давайте еще раз запустим. Вот, уже что-то получается более-менее интересное. Да, языки пламени начинают прорисовываться и при этом ничего не загасает. Но при этом заметно, что это работает невероятно медленно. Но это, конечно, не огонь, это такое слайд-шоу огня. Что мы можем еще улучшить? Понятно, что можно оптимизировать алгоритм, да, избавиться от ложных циклов, и в принципе, чтобы у нас не было двух циклов, а был один. Но на самом деле главная проблема не в этом. Главная проблема все-таки в том, что у нас очень большое количество точек, и каждую эту точку нужно рассчитать, каждую точку нужно отрисовать. Давайте попробуем просто уменьшить разменность нашего битмапа. Взаведем некий scale-фактор, да, во сколько раз мы хотим уменьшить размер нашего исходного изображения. Scale... так давайте назовем его scale просто. Ну, допустим, в четыре раза, например. Для этого возьмем и пересчитаем значение ширины и высоты, имея этот scale-фактор. У нас будет scale-от ширина, scale-от высота. Мы возьмем исходную ширину, поделим на то значение scale, которое мы задали, и то же самое сделаем с высотой. Дальше везде мы будем использовать не значение исходной высоты, а то значение, которое мы посчитали, используя scale, да. Так, получается, единственное, что мы должны это все сконвертировать в итоге в int. А, ну, можно тогда использовать scale-inтовое значение, тогда у нас будет просто округление, нам это подходит. Окей. Используем scale-4, выставляем везде, где мы использовали чистую высоту, новое значение высоты, и то же самое делаем с шириной. Так. На всяких случаях вот так вот сделаем, проверим. Да, получается, ширина у нас используется только в одном месте, высота, а вот эту красоту забыл. Используем при заполнении первых пикселей правильную высоту. Так, возвращаем. Что мы сейчас делали? Мы уменьшили размер битмапы в 4 раза. Давайте попробуем посмотреть, что получится. Получилось вот такое вот маленькое окошечко, в котором горит огонь. Да, и видно, что оно работает уже сильно быстрее, чем когда это окно было во весь экран. То есть мы уменьшили размер в 4 раза. Как же нам сделать так, чтобы эта окошка стала все-таки во весь экран? Ну, все очень просто. Нам просто нужно его обратно заскелить. У канваса есть такой метод. CanvasScale. Scale. И нам нужно указать то значение, на которое мы хотим, собственно, поскелить. Scale, Scale. Так, сейчас у нас float. Там должно быть to float. To float. Получается, мы должны, если мы уменьшили изначальные данные в 4 раза, то в конце концов мы должны увеличить данные в 4 раза. Допустим еще раз. Опа, у нас получился огонь. Сейчас кто-то должен включить музыку там для тебя. Так, и тут у нас получился огонь. Сейчас, извините, особый случай. Ох, так полегче. Видно, что отрисовка этого огня работает сильно быстрее. Вопрос, можно ли сделать ее еще быстрее? Да, мы можем увеличить наш Scale, например, до 10. Что будет в этом случае? В этом случае уже прям живое пламя. Понятно, что оно стало более пиксельное. Примерно в 10 раз более пиксельное. Нам удалось добиться такого же эффекта, как в оригинальном алгоритме Doom, только под Android, а не под первой версией PlayStation. На этом все. Закончим играть с огнем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забудьте про колокольчик. Удачи!